Мероприятия хотят прослушать о хаосе. Я не буду долго говорить, я, наверное, каждое креативное утро рассказываю о том, что как сложно искать спикера под какую-то тему, потому что они достаточно обобщенные, не про одно слово, тезисов нет. Ты просто говоришь спикеру, вот вы у меня ассоциируетесь с этим словом, я знаю, что вы круто раскроете эту тему. Мы бы хотели вас пригласить, и когда мы узнали, что у нас есть тема хаос, это, наверное, единственный человек, который у меня очень красиво и классно ассоциируется с этим словом, это была Жанна Киселёва. Вот, и вы сейчас поймёте, почему я хочу пригласить Жанну рассказывать о хаосе, давайте поприветствуем её в выпуске. Всем привет, меня зовут Жанна Киселёва, я не знаю, комплимент это или нет, что я ассоциируюсь с хаосом? Да, хорошо. Окей. Ну, наверное, я не знаю, смотреть ли вы в Википедии, но я решила для предантов сделать такую выборку, и про то, как примерно хаос в моей голове выглядит, и про то, что пишут про него в Википедии. Достаточно научно и системно. Ну, в бытовом плане это беспорядок, неотбериха и смешение. Ну, собственно, так как мы архитектурная студия, то хаос нас преследует примерно на каждом объекте с нуля, и это есть наша отправная точка, мы появляемся где-то, где творится полный хаос и разбериха, и наша задача всё превратить в некий какой-то рациоплан или стратегию действия по выходу из этого состояния в нечто более упорядочное. И мне очень понравилась статья Григория Мучника, это такой ядерный физик, доктор Нок о хаосе. Он пишет о том, что в противовес хаосу есть порядок. Это то, к чему как бы все стремятся, боясь хаоса и опасаясь попасть в эту хаотическую систему. Хаос в бизнесе, хаос в личной жизни, хаос везде. И он пишет о порядке, о том, что есть два типа, равновесный и неравновесный порядок. Ну вот равновесный, это примерно история утюга, который выключен из сети, он принимает температуру окружающей среды. То есть система, которая ничего не делает, она находится в равновесном порядке. То есть практически смерть, считайте, для архитектурной студии, к примеру. И неравновесный хаос это то, что требует постоянного вливания энергии извне. Ну там топливо, например, человеческая система или тело, это неравновесный хаос. Потому что мы вынуждены есть, пить и постоянно подтапливать нашу систему, для того, чтобы она находилась в балансе. Ну и тогда как бы будет порядок. То есть порядки тоже бывают разные. Ну и тема давления. Давление на систему извне должно быть равно давлению внутри системы на систему. И это тоже важная штука для меня, как CEO и главы архитектурной студии, что именно с той силой, которую давит система или внешняя среда на нас, мы с таким же ответом, собственно, реагируем на нее для того, чтобы находиться в балансе. Как только мы снижаем импульс давления, все крушится. Поэтому, чтобы находиться в балансе, нужно постоянное подливание топлива в эту систему. Ну и что думают об архитектурных студиях обычно, что они абсолютно рациональны. Ну вот примерно так должна быть в идеале выглядеть брендинг или логотип нашей компании. То есть мы такие четкие, рациональные, сеточные, очень правильные. Прямо про чертежи, про фасады и очень такие структурные. Это рациоподход. Но на самом деле в жизни все происходит чуть иначе. Тут тонковатые линии, но я думаю, что вы видите. Наше брендингное агентство, по нашему запросу, мы его попросили подобрать нам какой-то паттерн, который бы отвечал за другую сторону. Это как черное и белое, утро и ночь, составляющие творчества. Есть рациоподход, такой математический, по которому можно все описать. Это ряды Фибоначи, золотые сечения и много разных других систем, в которых ты можешь описать как-то пропорции. Ну и есть абсолютно такая интуитивная, хаотичная штука. Вот эта объемная такая деталь с лестницами и переходами, он сильно зазумил ее, как бы увеличил, и получили моим такой хаотический, кажется, на первый взгляд, кусок. Ну и так как наша компания, она не узконаправленная лазером, мы не работаем в одной сфере какой-то, делаем, например, только детские проекты, только школы или только отели. Мы работаем в разных сферах, и вот эти куски этого хаотичной системы, они как бы складывают наш такой пазл, что мы работаем в коммерции, в арте и так далее. Ну и в итоге мы получили вот такой паттерн, который мы очень любим и считаем, что вот это где-то такая про гармонию хаоса и про такую плавность и подачи немного потоку и такой турбулентности, но при этом он абсолютно рациональный, если приглядеться. То есть я думаю, что еще лет 100-200, может быть, 1000, и мы точно найдем формулу и алгоритм, который описывает хаос. Просто так как у нас нет ресурса понять, что он есть в увеличенном масштабе, нам кажется, что он абсолютно не систематизирован. Ну и вот так примерно мы решаем для себя вопрос хаоса. В интерьерах, когда используем достаточно минималистичные приемы, ковры с нашим хаотичным паттерном напоминают нам, что дети, хаос и, в общем-то, жизнь, она все равно пролется в любой момент. Нужно быть к этому готовым. И тема принятия очень важна в этом смысле. Поэтому мы соединили в своем рейдинге и рациональный подход, и хаотичный. Для нас эта тема хаоса вообще бездонная, в смысле доставания оттуда бесконечных каких-то для себя инсайтов и вдохновения. Поэтому я бы хотела поделиться своим взглядом на то, как хаос вообще может стать не крахом всего и не разрушительной силой, а именно ресурсом, из которого можно черпать бесконечное вдохновение. Ну вот, например, тема кондитерской, которая сейчас открылась на 13 фонтана. Она такая хайповая, волнующая. Кому-то она очень не нравится, потому что она черная. А кому-то она очень импульсивно «зашла» в кавычках. Или у нас много есть поклонников ее дизайна. Мы отталкивались от такой, кстати, хаотичной наколки сляба шоколада черного, потому что это должна была быть шоколадерей и музей кондитерского современного искусства. В основном с шоколадной линией на втором этаже, со всеми этапами производства шоколада. Ну и у нас были такие референсы о такой золотистой фольге вокруг этого шоколада, о детских шуршаниях фантиков золотистых вокруг конфеток шоколадных. Поэтому мы соединяли такие черные шоколадные истории с золотистыми текстурами. Ну и, конечно, архитектор анализирует следу и то, что есть нашей правной точкой. И внизу есть несколько таких жилых комплексов по такой графике. И сверху дом, который находился рядом, такой очень классической архитектуры, он с черепичной крой и крышей, на самом деле. И вдруг на углу они решили вот такую сделать, современную историю. И мы понимали, что это, конечно, ужас, но решили утрировать эту историю, потому что с этим уже как бы бороться никак нельзя. Это жилая застройка, понятно, что мазал-тофф имеет право на жизнь, раз она такая вот есть. И вот это вот наш участок. Поэтому, когда работали с участком, он был очень сложной формы. Он вот с таким видом на море и напротив ресторана Сегри, такой беленький, тоже ломанный. И мы решили, что мы пойдем по антиподу, такому антиаргументу, и делаем его черненьким. Вот это наш участок, очень сложный. И мы тут выкупались в такие маленькие территории дачек. Там были какие-то дворницкие, такие холубки, картонные даже. Правда, из ДСП, ОСБ-стенки. Такой совершенно не ландшафт-ландшафт. И у нас получился вот такой объем двухэтажный, который по высоте совпадает с соседними зданиями. И это будет кондитерская. Это уже открылась кондитерская. Она открылась на прошлой неделе в пятницу. Было открытие. Ой, совсем не видно чертежи. Ну, в общем, история такая, что на первый взгляд хаотичный фасад, абсолютно не подчиненный никакому математическому сбору, на самом деле раскладывается на маленькие треугольнички. Вот здесь прописаны они по размерам. 1, 2, 3, 4. И они формируют эту такую гармоничную следу. То есть каркас в архитектуре, как правило, это абсолютный порядок. То есть то, о чем думает конструктор постоянно, это в том, чтобы все упорядочить. Там была сетка колонн 6х6, чтобы перекрытия были такого-то размера. И нам очень хочется в своей работе раздвигать эти рамки и выходить немножко, хотя бы, за границы. Поэтому мы сделали фасад таким олицетворением хаоса, хаотичных наборов треугольника и полигонов этого колотого сляба черного шоколада. И вот это были визуализации. Это интерьер. И в интерьерах тоже мы работаем всегда с двумя понятиями. Такого рационального порядка, вот, например, четкого ряда ритмичного светильников и абсолютно ортогональных линий. И при этом хаотичного вот такого паттерна, который ребята из Моноклия тоже дали нам в рейтинге. Возможность использовать его там на полу. Такие разлитые капли шоколада белого, которые капаются в черный шоколад. И получается такой рисунок на поверхности пола. У нас были большие враги с поиском подрядчика, которые это сделают. Поэтому вот эти части мы попробовали сделать на входе. Тестируем, как они будут носиться. Вот эта краска. И посмотрим, может быть, реально весь полплебезе потом станет вот таким. Ну и тут тоже видно, что везде это такая игра 50 на 50. 1 на 1. Хаос, порядок. Это этап стройки. Он всегда хаотичный. И его очень трудно собирать. В смысле, все бегут в разные стороны. И обязательно нужно иметь план. Слушай, наша работа, это подготовка рабочего проекта и чертежей. Это то, что собирает. И то, что позволяет людям работать в одном направлении, двигаться к одной цели. И вот почти готовое здание. Сейчас открыт весь первый этаж. И второй будет, я думаю, к весне. И третья с террасой. Ну, вот так коротко. Это один из наших последних объектов суперсвежих. Про М-1 многие не знают, но М-1 назван М-1, потому что М-1 это первый гидросамолет, который садился и на воду, и на сушу. То есть это такая машина-амфибия. Это самолет Григоровича. И мне кажется, что вот это тоже икона борьбы с хаосом, или не борьбы, а такого гармоничного воссоединения с этой системой. Потому что турбулентные потоки, благодаря которым самолет взлетает, они превозмогаются абсолютно инженерной системой самолета. При этом эти турбулентные потоки описать никто не может, и они не подчиняются никаким уравнениям. Пролистывается сразу по два слайда, простите. В общем, самолет Григоровича М-1 стал вот такой историей, которая легла в точку, в основу вообще всей концепции М-1. Поэтому мы часто такие метафоры козырька, например, отсылаем к этой теме. И вообще сам интерьер, он тоже периодически абсолютно рациональный, ну, например, брендинг такой линейный. И при этом мы позволяем обязательно хаосу вылиться где-нибудь в какой-нибудь фактуре, там, ржавой, живописной, абсолютно непрочитываемой и такой непреднамеренной. И поэтому я тут показываю несколько картинок о том, что, о том, как вообще, ну, на контрасте это работает, там, абсолютно гармоничный, упорядоченный, там, линия горизонта, и при этом хаотичная развеска каких-то деталей на стенах. И, или, например, абсолютно хаотичная и нерациональная, там, работа моря и неба, ты никогда не можешь прописать, какими они будут за окном. Но при этом абсолютно упорядоченное наше стремление упорядочить наше жилье относительно пола, потолка, поверхностей, текстур и так далее. Я думаю, что именно на вот этой борьбе и контрасте рождается вот этот гармоничный баланс и порядок, но в хаосе. И хотела рассказать, что в этом году мне посчастливилось быть на курсе итальянского дизайна в Хорике. И один из архитекторов, который там был, многие говорили о трендах, кто-то говорил еще о чем-то, а меня очень зацепило, что именно 25% пожалуйста в проекте всегда оставляйте на нейтрализацию или хаос. Ты не можешь никогда контролировать все процессы происходящие. И вот это мне дало такую интульгенцию и возможность выдохнуть и понять, что даже у маститых архитекторов, крупных, всемирно известных, есть неподконтрольные сферы деятельности в таком бизнесе, как архитектура, в котором ты пытаешься все организовать, все прописать и предусмотреть все факапы, предусмотреть узлы, сцепления, какие-то стыковки. Но при этом всегда этот процент случайности и непреднамеренности, как бы сама жизнь, она отнесет свои коррективы. Поэтому я вместо хаоса называю импровизацией или наоборот импровизацию хаосом и считаю, что это нужно принять, это нормально, с этим стоит смириться. И если бы хаос выглядел в графике примерно вот так, 100%, то, наверное, порядок выглядел бы вот так, такой 98%, насколько мне удалось это показать. Ну, наверное, система вот такая, вроде хаотичная, но все равно в то же время в границах организована, она тоже приемлема. И это и есть, наверное, наша задача, как архитекторов или дизайнеров, или вообще людей на этой планете, быть одновременно и в потоке хаоса и этой турбулентной системы меняющегося мира, которая постоянно меняет свои условия задачи, а мы вынуждены подгонять ответ к идеальному, правильному. И, наверное, такая система или такая могла бы тоже быть приемлема. И тут момент, когда нужно согласиться с тем, что есть вещи, которые контролировать мы не можем. И попробовать именно из них черпать энергию и радоваться тем самым 25% импровизации, криворуким каким-то строительным моментом, нестыковкам и не тому выбранному материалу, кривоположенной плитке. И, возможно, в этом есть та самая жизнь и та самая щербинка, и несимметричность лица, которая неминуема. И если вселенский хаос, он примерно такой, там, с миллиардными тысяч систем, то баланс он где-то на границе, на грани за этим хаосом. Поэтому мне бы хотелось пожелать вам сегодня попытаться ловить этот момент, когда вам кажется, что все утекает из рук и что все не подчиняется вам, и систему контролировать невозможно. Попробовать появать в этом кайф и, наверное, ощутить эту тему баланса и гармонии даже в хаотично меняющемся таком турбулентном нашем мире. Потому что, наверное, самое важное это то, как мы к этому относимся. Неважно, собственно, что происходит вне системы или внутри нее. Важны наши отношения к ней. Все, я на этом закончила. Надеюсь, сложилось 20 минут. Теперь мы можем поговорить с вами. Из монолога перейти в диалог. У кого-то есть вопросы? Есть вопросы. Может быть, какая-то своя точка зрения у хаоса. Хорошо. Я больше люблю жаз, но имеет место быть, я думаю, вообще мы все такие всеядные семейно-отношенческие. Мы все музыку можем слушать. Это зависит от того, какое сегодня вибрационное настроение. Это может быть рэп, хаос, что угодно. Какой-нибудь дип джаз или индия. Не важно. Я думаю, что главное, чтобы это резонировало с тобой сегодня. Если сегодня хаос, окей. Значит так. Да, там есть момент, который ты просто миксуешь друг с другом. Это то же самое в архитектуре. Есть приемы какие-то, которые, ну, они твои, они как-то родились через 12 лет практики. И ты просто миксуешь карты, колоды карт. Их тоже в карты там ограниченное количество, но игры всегда не... Нельзя предугадать, что будет в конце игры. То же самое, наверное, да. С джазом. Там есть какие-то определенные темы гармонии, которые... Вообще, тема музыки для меня это таинственная. Она вообще не подгласна, как они могут слышать музыку в своей голове в виде ноты. Это что-то магическое. Ну, это примерно как то, что делается в жизни. Абсолютно магия полнейшая. Как? Неясно. Ну, да. Мы видим чувства же и видим задания. Но мне кажется, что намного проще это потренировать и выработать, чем с музыкальной сферой. Поэтому нет. Если машина головой с последованием, то нет. Нет, не сложнее. Ну, мне кажется, эта тема очень плодородная. Для... И как-то по-другому. Я вижу законы этих 10 тысяч часов. Я жертва хаба. Мы полтора года работали здесь, в гостиной. И поэтому за эти полтора года тут было, мне кажется, полторы тысячи спикеров, которые на фоне, пока мы работали, отправляли в Америку свои чертежи. На фоне были гандапасы, еще кто-то. И это были просто тонны каких-то знаний, на подсознание ложащихся. Так вот, основная тема спикеров, по-моему, была, и это было популярно лет 10 назад, о том, что 10 тысяч часов, и ты становишься профессионалом в любой деятельности. Если ты бомбишь в одну точку, в 10 тысяч часов, это примерно 8 часов в день, 5 лет. Я думаю, что, наверное, где-то приблизительно так и произошло. Ахитекторы обычно работают больше 8 часов в день, где-то там по 12-14, и поэтому это могло произойти раньше. Ну, просто ты чувствуешь, что ты точно знаешь, как должно быть. И, наверное, вот с этого момента, мне трудно со стороны видеть наш стиль. Ну, то есть я просто внутренне чувствую, там, это то, а это не то. И в каком-то, я думаю, где-то лет через 5, оно нарабатывается. А у вас изначально было какое-то видение свое личное? Или вы трогали все чуть-чуть, как будто бы делать даже то, что вам не нравится, чтобы понять, как это работает? Да, нужно пробовать, конечно. Без тыка в сферы, в которой тебе некомфортно, ты не узнаешь, что это не твое. Я 6 лет работала в архитектурной студии, и мы делали очень разные. Очень много делали, много уровней гипсокретоновых потолков со встроенными светильниками. Какой жирный, золотой классики. Много всего делали, очень разного. Я просто чувствовала, что на каких-то проектах я чувствую себя в своей тарелке, а на каких-то прям выеживых меня, прям. А вы когда выеживали, извините, я уже подкручиваю сюда. Что вы с этим делаете? Потому что когда выеживает, ты же свой ресурс туда дает. Да, очень много, да. Ты очень сильно напрягаешься, хочется собраться, и выпульваешь туда сотни тысяч ночей. Но потом видишь, что нет результата, потому что тебя выеживает же. Это чувствуется по работе. В нашей работе это очень сильно чувствуется, когда тебя не прет вообще. Ну, у меня была возможность как-то среагировать на то, чтобы другие архитекторы могли это делать. Кого-то отпорла вот эта тема, и у кого-то классно получалось. Поэтому можно было переключиться. Ну, и, собственно, я уходила, по-моему, из студии, именно потому что меня вот какие-то моменты прям совсем не уперли. Мне казалось, что нужно делать другое, что в мире огромное количество выбора. У нас, конечно, рынок одесский, вообще украинский, вообще бывшего СНГ, назовем вот так. Его специфический. Вернее, он абсолютно понятный мне сейчас, через 12 лет. Но тогда я не понимала, почему они хотят вот так, хотят бежевое, золото, и по-моему, за-дому. И не понимала, потому что, ну, это же... Ну, как-то это шло в разрез с тем, что я видела в путешествиях, видела в фильмах, читала в книгах, и мне казалось, что это не совсем честно и не совсем правильно. Поэтому ты уходишь, кажется, создавать свою систему, когда эта система тебе не позволяет развиваться и не гармонизирует тебя, не дает тебе быть счастливым внутри этой системы. Создаешь свою. Если тебе в этой системе комфортно, и ты кайфуешь, и ты можешь расти вместе с этой системой, то почему нет? Думаю, что именно в этом и суть найти среду, обитание, в которой ты можешь расти, развиваться, бороться с хаосом, как-то стратегически его уравнивать и при этом создавать что-то классное вместе. Потому что один, конечно, в поле не воин. Я попробовала работать одна, когда уходила из студии, это было ужасно. Ты не можешь... Ну, когда ты есть один, у тебя есть определенный набор скиллов и лайфхаков, и твои 10 тысяч часов, они в определенной сфере. Как правило, для того, чтобы ввести какую-то систему, ну, например, стройка, любой креативный бизнес, нужно несколько типов мозгов разных. Должен быть генератор, и, не знаю, кто там еще творческий. Кто-то должен быть, короче, отвечать за деньги, кто-то должен генерировать, кто-то должен организовывать, и кто-то все это должен продавать. То есть это 4, по сути, разных человека. И бывает так, что в одном человеке соединяются двое. Ну, то есть можно обойтись двумя. Но временной ресурс все равно у него... Очень сильно, да. То есть, во всяком случае, точно страдают эти качества. Поэтому круто, когда это распределено по разным людям, каждый занимается своей сферой. И я сейчас понимаю, что, ну, на самом деле, большие классные системные проекты ведутся большой командой людей. И чем сильнее эта команда, чем сильнее каждый боец в этой команде, тем круче выходит результат. И эти 25% на импровизацию могут сглажаться в 12. И тут, конечно, кайф, когда он такой совсем микро-импровизация. Вот. Но я только, наверное, лет через 10 поняла, что вот эта тема с импровизацией, ее можно отпустить. Потому что меня не покидало ощущение, каждый раз, когда я возвращаюсь на объекты, что, блин, тут плинтус не докрутили, там светильник не повесили, тут вообще фасад весь не то. И ты постоянно находишься в недовольстве, в таком негативе постоянно, от отношения по своей работе. Неблагодарности за... О, спасибо, я теперь на следующем объекте этот плинтус точно так не сделаю. Точно его вообще выброшу из проекта. То есть ты начинаешь это конвертировать в свой опыт позже и в свой ресурс, которым ты можешь потом расплачиваться на следующих проектах. Вот и все. А то и все. Приходы заказчики с вот этим гипсокартоном, золотом и всем остальным? То есть, да, у вас есть некий какой-то такой уже направленный спорянный, есть некий стиль, сложившийся, но вот если вдруг попадают и попадают лыб, то вы от них отказываетесь, вы их перетаскиваете на свою сторону с печеньками. Да, но у нас есть теперь буфер такой, Олег, он, вот он в зале, это мой муж, да, он у нас финансовый директор и организатор-интегратор. Это вот те части, которые у него круто получаются, а у меня хуже. Я у нас этот, боец в водофронтах, типа фронт-офис, и творчество и арт-директор. Но на этапе, когда они приходят, Олег с ними обсуждает систему работы, какой-то график, деньги, и вообще, в принципе, такое присматривание происходит. И на этом этапе Олег регулирует это. Ну, во-первых, их стало намного меньше. Благодаря теме с пшенкой, это стало стыдно. Я, на самом деле, очень богатый. Тема с театром на Подоле. Тоже как-то расшитала, разделила людей. Четко разделила пополам. Потому что эти сюда, эти туда. Все. И тут как бы ты четко видишь теперь дефрагментацию. И какие-то вещи, это очень здорово, становятся не то, чтобы не в тренде, но такими, типа, немножко позорными. И я просто, мы много работаем с клиентами, и мне нравится им объяснять, что это деньги, выпрошенные на ветер. Ну, это не то, во что стоит инвестировать на этом проекте. Не в гипсокартон, точно. Поэтому, если можно, мы оставляем поток, и мы всегда открытыми. Стараемся не обшипывать ситуации, когда там все криво, косо, и вообще нет. Ну, вот мы боремся там два месяца со строителями, чтобы этого не было. В итоге оказывается, что это самый простой, действенный, эффективный, энергозатратный способ сделать там какую-то часть стены. Мы часть отдаем, 25% отдаем на откуп. Остальное мы оставляем таким, как монотир. То есть, вот в этом моменте баттла, вот этой битвы, это умение договориться такое. Что-то отдать, что тебе не очень важно. Ну, гардеробные, обшивайте все гипсокартоны. Наша клиентка говорит, Жанна, всем разрешают бежевые стены и классические диваны, дизайнеры. Все дизайнеры, добрые, а вы, я себе в кладовке, все бежевое покрашу, поставлю бежевый диван, сяду, буду смотреть. А домой на другом этаже. Я говорю, окей, хорошо, вы согласны, даже букет можете поклеить. И она шутит, но я понимаю, что она пришла к нам именно за этой структурированностью. Поэтому, если мы вот тут поддадимся, знаете, 75%, или 25% себе оставим, то она не получит удовлетворения эффекта потом в конце. И все. Ну и ваше портфолио, я так понимаю, тут же просядет. Да, просядет, это не то слово. Есть вещи, которые вначале, и это маленький лайфхак про 25%, в тот момент, когда 75% становится того, что лежит в портфолио, и тебе за это не стыдно, это вот, наверное, в этот стиль. И есть все-таки те 25%, которые портфолио класть не стоят. То есть есть вещи, которые плохо фотографируются, становятся нефотогеничными вдруг оказался проект. Вот такое бывает. Мы не кладем в портфолио. То есть в портфолио это то, что вы хотите делать в будущем. Это как бы ваш задел на будущее, ваш... На перспективу. То есть если вы хотите заниматься только отелями, я думаю, что только отели стоит положить в портфолио. Или какие-то отели, разработки, во всяком случае, близкие к этому. Ну, там, классический армянский ресторан, думаю, не стоит. Если вы не хотите больше его делать, у вас будет сложная история с этими клиентами. Ничего я не имею против классических армянских ресторанов. Они бывают прекрасные. Я в ремахну вставлю. Вы говорили от начала подавления из дней и подавления снаружи. Я попыталась себе представить на этапе становления, когда вот раздел не произошел, с пшонкой ставил. Когда там приходило такое дикое количество людей с этими запросами а-ля пшонка. Да. Насколько нужно иметь сильный стержень внутри для того, чтобы иметь им противостоять и все-таки продвигать то, что важно тебе, свою собственную ценность? Ну, супер важно. И вот когда начиналась мы хотим средиземноморский стиль, такой легкий, бежевый, мы говорили, слушайте, есть целая, вообще, плеяда архитектора, в котором это показывают. Вы можете пойти к ним. Но, как бы, ну, это не наша, не наша сильная сторона. Мы можем это сделать, но это будет нехорошо. Поэтому мы вам советуем обратиться к тому-то, тому-то и тому-то. И мы прямо называли наших коллег-друзей, которым стоит пойти, и они сделают это здорово. Это тема отказа от денег, конечно, в какой-то мере, но это тема отказа тут и прихода там. Честность с собой такая. Да, да, да. И как только ты становишься с собой честным и перестаешь воспитывать, да, есть эта тема образовательная, мы со многими бизнесами начинаем работать, и в конце у них другие ценности, другие взгляды, потому что мы общаемся, это как брак. То есть на полгода минимум, квартира это полгода, ресторан там, это может быть сжатие, но по сути это такое сопужество. Наши в отношении со своим бизнесом, или, например, моего видения, это моего бэкграунда получается, и их жилья, ну как-то так. И это соединение очень важно, чтобы резонировало с самим человеком. Если я вот чувствую, что как-то мы не поженимся, у нас есть такое, не поженимся, поженились, не поженились, то, наверное, не стоит. То есть бывают слишком энергозатратные истории, которые тяжело очень оборвать, давно было бы уже пора оборвать, и мы стараемся такие хвосты не тянуть, потому что это не продуктивно. Идея хаоса как-то сработала в проекте греческого парка? Да, да, конечно. Этот хаос, он выскакивал, как это, знаете, на старом пальто дырки, он как-то все время пролезал куда-то. Ну, вообще любая городская система в нашей стране и, наверное, во всем СНГ, она хаотичная уже, вообще непреднамеренная. То есть можно пытаться все разложить по полочкам, а потом кто-то оп, и зашел там вот так. Все, ничего не сделаешь. С греческим парком у нас, вот первая часть, которая открылась, она у нас самая рациональная, она у нас отвечала за рацио. Типа вторая была более хаотичная, детская, и третью мы вообще отдали на откуп импровизации, потому что там уже очень красивый ландшафт, высокие такие переходы, там есть тоннели из кустов, вообще очень здорово. Только почистить надо и убрать вода, сделать водозабор нормальный, потому что водой это все смывается. И вот эта первая часть, которую мы пытались обуздать как коня, как бы привести его к самому причесанному виду, потому что он и был такой террасный, нарезанный. И, собственно, это оказалось большой проблемой, потому что Стамбульский парк, он более пологий. У него есть такие, ему не нужны были сваи и укрепления. Из-за того, что наш разделен на три такие ступени или террасы, оказалось, что самая верхняя терраса, это наш Приморский бульвар, и, в общем, инженерные изыскания показали, что вообще у нас тут оползневые процессы, поэтому надо срочно бить сваи. И греки вкопали туда огромное количество сваи. Это не соизмеримые деньги вообще, просто на укрепление, чтобы начать работу. Поэтому много сил ушло на само укрепление, это правда. И наш проект уже там с дорожками, скамейками, он был такой, не знаю, верхним слоем торта. Там под тортом был еще, не знаю, бисквит, тарелка, вот это вот все. И когда сверху уже начинали намазывать крем, стало понятно, что уже вот 2 сентября, пора бы уже, мы же обещали городу, и вообще все ждут греческий парк, пора бы уже открываться. В конце это было абсолютно броуновское движение. То есть рассадка кустов, движение по объекту, строители, размозка этих бетонных кубов, это был ужас. Но у нас был проект, который мы сделали там еще в феврале или в мае, вот до 2 сентября. И он был как бы такая путеводная звезда. Многие вещи там сделаны не во проект. Но какие-то вещи мы отбили. И вот за эти вещи я рада. Есть вещи, которые, я надеюсь, они еще всплывут как проектные. Когда мы будем открывать вторую, третью часть, мы это причешем. Да, плюс это меценат. Это греки делали. И это их инвестиция, это не городской бюджет. И город как бы пытался это контролировать. И это были потом, мы с лицемэром смотрели это, и как-то я пыталась там живиться в эту систему. И мы сначала были изнутри, потом мы из нее выпали, потом мы в нее вернулись. Там было, в общем, сложно.